Здравствуйте! Сегодня маленькое, но очень-очень полезное видео о том, как поддерживать влажность в горшочках с комнатным гранатом. Дело в том, что комнатные гранатики очень плохо переносят пересушивание почвы. Они могут даже погибнуть, если не уследить и почву им пересушить. С другой стороны почва не должна быть совсем уж мокрой. Это две крайности. И когда горшочек маленький, между этими крайностями очень сложно удержаться, особенно в летнюю жару. А горшочек маленький у нас будет всегда, потому что даже когда растение уже довольно большое, корневая система там все равно небольшая. И нельзя при небольшой корневой системе давать большой горшок. Вот. Я обнаружила, что лучший способ это на поверхность земли насыпать мелкого керамзита. Возможно, у кого-то это будут камушки, возможно, еще что-то. Но главное, чтобы поверхность земли была закрыта и через нее не шло испарение. И вот этот способ у меня прямо снял головную боль. Мне уже не надо так внимательно и так пристально следить за тем, чтобы не пересушить гранатики. Потому что более-менее постоянная влажность там держится. Поливать можно редко. Вернее, не редко, а реже, чем я это раньше делала. Все-таки большое испарение идет именно с поверхности земли. Хочу отметить, что этот способ работает для гранатиков отлично. Но я бы не рекомендовала это делать, например, для той же альпийской фиалки, которой я занимаюсь. У нее горшки все-таки достаточно большие. Они хорошо удерживают влагу. И там, скорее, мы боремся за обмен воды, а не за ее сохранение. Поэтому не принимайте это все за абсолютную истину. И совершенно необязательно распространять этот способ на все остальные растения. Вот. Смотрите, какие у растения есть потребности. Экспериментируйте, пробуйте и побеждайте. Большой привет всем передаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И будет еще много полезного и интересного. Спасибо.